Здравствуйте, Любовь Григорьевна Кутовая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детской школы искусств номер 7. Здравствуйте, Любовь Григорьевна. Здравствуйте. Ну, если можно, для начала расскажите об истории Вашей школы. Наша школа была открыта в 1985 году в микрорайоне до школы Песочни. Контингент учащихся насчитывал 300 человек. Это была музыкальная школа. За 30 лет, которые мы существуем, даже уже 32-й год идет нашего существования, мы разрослись. У нас открылись новые отделения, художественное отделение и хореографическое. И количество обучающихся детей выросло до 925. То есть сейчас у нас самая большая школа искусств в нашей Рязанской области. У нас на сегодняшний день в Рязани достаточно много различных секций, кружков, где дети также могут обучиться и музыке, и хореографии. Вот в чем основное отличие школы искусств от каких-то вот таких небольших организаций? Самое главное отличие – это то, что все-таки мы школа. Сейчас, вот четвертый год уже, мы работаем по новым программам, которые называются предпрофессиональные программы, и созданы они на основе федеральных и государственных требований. По освоению такой программы ученик получает необходимое количество знаний, которые ему необходимы для поступления в среднее учебное заведение. Он может туда не поступать, но если он захотел продолжить свое обучение в среднем учебном заведении, профессиональном, он имеет для этого необходимую базу. Ранее программы также способствовали этому, были наиболее полными, но сейчас они более требовательные, тем не менее предполагают индивидуальный подход к каждому учащемуся. А насколько большие у вас классы? Вот вы когда набираете детей на какое-то определенное отделение, поскольку человек обычно? У нас существует строгое разделение по контингенту, которое выражается в муниципальном задании. На каждом отделении учится определенное количество человек. На музыкальном отделении это индивидуальное занятие, поэтому ученик занимается один на один с педагогом. Есть и групповые занятия на хоровом отделении. Также теоретически предмет изучается в группе, но наполняемость где-то в среднем 10-15 человек – это максимум. А если можно, чуть подробнее вот об отделениях. То есть на каких инструментах ребята у вас могут научиться играть? Художественное отделение опять. Чему там можно научиться? Вообще у нас процесс обучения идет по девяти направлениям. Конечно, наиболее разообразное – это отделение музыкальное, поскольку различные инструментарии. Это фортепиано, струнно-смычковые инструменты, скрипка и виолончель, духовые инструменты, флейта, саксофон, труба, ударные инструменты, ксилофон, барабаны. Хоровое отделение, отделение музыкального фольклора. Художественное отделение называется отделение живописи. Там проходит обучение по различным специальностям. Живопись, рисунок, композиция и декоративно-прикладная композиция. Сейчас у нас появились два таких новых направления на художественном отделении, как роспись по дереву. Когда к нам пришла преподаватель Солнцева Татьяна Александровна, сама мастер росписи по дереву, вот ее работа как бы в пример может служить, насколько мастерски выполнена эта роспись. И она же обучает детей различным видам росписи. И они нарабатывают навык данного искусства. Еще направление у нас открыто – роспись по ткани, батик, которая тоже очень интересна детям, как декоративно-прикладная композиция. Любовь Григорьевна, насколько я знаю, что Ваша школа была включена в национальный реестр ведущего учреждения культуры России 2016 года. Каким образом это происходит? Само учреждение должно какие-то подавать заявки? Или это от Вас здесь ничего не зависело, просто вот так случилось? Во-первых, мы очень горды, что все-таки нам нашей работе, работе нашего коллектива дали высокую оценку. Мы не первый раз участвуем в конкурсе. Мы участвовали в конкурсе в 2014 году и стали победителями в номинации «50 лучших школ России». Затем участвовали в конкурсе, в результате которого по рекомендации Министерства культуры Рязанской области мы были внесены в национальный реестр. Это случилось и в 2015, и в 2016 году. Конечно, работа большая проводится. Способствует этому не только образовательная деятельность, очень высоко профессиональными педагогами обеспечиваемая, но и обширная общественная деятельность, концертно-просветительская работа. За последние 4 года 9 наших участников становились обладателями стипендии губернатора Рязанской области. Два наших преподавателя являются победителями всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Это Ефимова Людмила Владимировна и Товпека Ольга Вениаминовна. Обе они являются руководителями больших коллективов. Людмила Владимировна руководит оркестром баянов и аккордеонов. Ольга Вениаминовна руководит фольклорным ансамблем «Горница». Оба эти коллектива получили звание «Народный образцовый коллектив Рязанской области». То есть труд закладывается очень большой в достижения. И достижения тоже немалые. Это победы в конкурсах, победы в фестивалях. Наш оркестр баянов под руководством Людмилы Владимировны в последнее время стал лауреатом первой степени областного конкурса оркестров баянов и оркестров русских народных инструментов. Ольга Вениаминовна недавно победила в конкурсе лучший преподаватель детской школы искусств. Ее коллектив получил диплом, как один из лучших коллективов, и был приглашен в творческую поездку, которая состоялась в конце мая и начале июня во всероссийский лагерь «Орленок» в Краснодарском крае, где они также проявили свои творческие наклонности, участвовали в мастер-классах, участвовали в выступлениях, участвовали в гал-концерте, который завершал эту творческую смену. Другие преподаватели также трудятся беззаветно, самозабвенно, достигая больших результатов. И все вместе это, наверное, и позволило дать определенную оценку работе нашей школы. Мы вас поздравляем с такими успехами. А каковы планы на будущее? Может быть, планируется какое-то еще большее расширение? Мы бы хотели расширяться, но определенные условия не позволяют нам. Тем не менее, в этом году мы получили дополнительное помещение, управление культурой, город способствовали этому. Нам стало легче, поэтому мы увеличили контингент хореографического и художественного отделений. Наши планы – работать лучше на благо детям, чтобы им было интересно и важно общаться с искусством. Хотелось бы отметить такой момент, что наши преподаватели стремятся не только повысить свою квалификацию, но и как-то проявить себя в конкурсах преподавателей. Вот сейчас у нас прошел зональный конкурс «Учитель и ученик» на лучшего преподавателя нашей сферы. Из нашей школы участвовало 8 преподавателей. Это и преподаватели с большим педагогическим опытом, и преподаватели-новички. Но вот это чувство горения, наверное, желание еще поделиться своим мастерством, оно характерно для наших педагогов. И среди 8 участников четверо стали лауреатами этого конкурса. А Людмила Владимировна Ефимова единственная из городских школ получила право выступить на областном заключительном конкурсе. То есть она стала победителем и будет выступать на областном конкурсе. Мы ей желаем победы. Мы присоединяемся к вашим пожеланиям. Еще раз поздравляем вас. Спасибо вам большое за ту работу, которую вы делаете. И спасибо за то, что согласились сегодня прийти к нам в студию. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин